Всем привет! Мы с вами продолжаем проходить Тайранс Блейсинг. У нас, ну, вот прям финишная какая-то дорожка выстраивается к дворцу. А есть единственный выживший. Давайте посмотрим тут. Павшие товарищи этого солдата восстали и обратились против него. Он в ужасе и не в состоянии сражаться. Мы должны его вытащить. Опять с бомбой, чувак. Вот это вот плохо. Ну, вроде пока мы справляемся. Если чё... Я даже не знаю, девчули. Тань, вот тут. А сюда мы поставим пейсуса. Может быть, его как-то выдернем. А тебя вот сюда и тебя вот сюда. Ну, посмотрим. Просто мне хочется, чтобы... Лучше умереть, лишь бы знать, что не стану одним из них. Сегодня ты не умрёшь. О, слава богам! Прошу, сразитесь с ними. Я больше не могу. Я... Я задыхаюсь. Спокойный. Спокойный. Мы позаботимся о мертвыхах. И смотрите. Враги все решили, что им нужно именно солдата нашего фигачить. То есть у девчули вроде как второй ход есть, но... А, стоп. Смотрите, Собакин оттащил. Ага. У хпеноса много хп и... Ай. Ну, то есть мы могли бы оттащить вот этого. Вот этого пнуть назад, но мы его и так прибьем. Вот в чем засада. А у этого еще и тоже дофига хп. Окей. Мы его можем оттащить вбок. Условно. От кого вот это? Это от копьеметателя. Балдет. Ну, окей. Девчули, перешла вот сюда. Вот этих двоих мы прибили. Типа раз. Первая проблема решена. Дальше. Сюви вышел куда-нибудь. Ну, ладно. Он может стоять на месте и просто своего прибивать. Вторая проблема решена. Дальше. Копейщика мы просто оттащим вбок. Нет, давайте оттащим вбок. Либо Собакин может просто встать вот здесь. Ну, наверное, надо копейщика оттаскивать. Мы можем, в принципе, оттащить вбок сначала копейщика. Дать Собаке еще один ход. Или дать Девчуле еще один ход. А, 5 хп. Или дать ему еще один ход. О! Вот это будет, наверное, самое мудрое решение. Он получает дополнительный ход. Идет вот сюда и прибивает вот этого. А Собакин просто копейщик оттаскивает вот сюда. И никто урона на первый ход не получил. Мы потра... Проклятье. Ах. Ну что ж. А, Девчуле, опять же, может выйти вот сюда. Долбануть вот этих двух. Либо она может поменяться местами. А, стоп. Она же может перепрыгнуть. Перепрыгнуть, пройти на единичку. Мы оттаскиваем солдата и... Ну, давайте попробуем. Типа она перепрыгнула. Отошла вот сюда. Собакин оттащил солдата. Да, Девчуле, получается вот так вот хоп. Троих одним махом свалил. А, теперь... Чуви идёт чудым. И даёт ей ещё один ход. Она идёт в уголочек. И меняется местами вот с этим. Она же может так. Ага. И всё, правда, на этом. А, как всё. Ещё у Девчули ход. А Девчуля... Надо было до подмены местами прожарить их огнём. Вот это было бы стратежно. Но теперь уже поздно об этом плакать. Тогда придётся сделать раз вот так. И, допустим, раз вот так, чтобы в следующий ход просто их прибить. Пролосство. Ну, допустим. Она может отойти вот сюда, вот этих двоих прибить сразу. Раз. А вот этого... Вот этого прибьёшь ты, пёсик своего отвезёт, и Девчуля вот этого огнём просрёт. Хотя проще, наверное, Девчуле огнём просрать. А, ну, это нам ничего не даст. Да, то есть мы так. Раз. Дальше. Пёсик отвёз твоего. Нам, кстати, не помогло нифига. А, не, вот от этого помогло. А, теперь... Девчуля огнём вот этого прибила. И Чуви вышел сюда и затыкал вот этого товарища. У нас ещё три хода. Ну, уже два. Тут есть, знаете, засада, что я теперь пытаюсь очень активно полагаться на эту Девчулю, а враги при этом нам этого всё равно не дают делать. Ну, вот мы, в общем-то, справились. Хух. Хи-хи-хи. Ты в порядке? Есть ранения? Нет, думаю, со мной всё хорошо. Спасибо за помощь. Мне просто нужно собраться с мыслями, прежде чем продолжать путь. Готово. Этим разобрались. Лисичка-то в команду попросится. А, Тинь. Исцеляет цель. А, наносит урон по вражеской цели. И... Или исцеляет дружбу. Да не, мне не нравится наша команда. Давайте отклоним. Тем более за деньги. О, трон Тирана. Вот он. Ну-ка. Здесь пройдёт решающая битва за Тиберию. Берите своих лучших юнитов, и да спасут боги любого, кто станет на вашем пути. Но будто я юнит могу выбрать. А, ладно. Давайте я сохранюсь и продолжим вот одну из этих двух миссий делать. Ну, меня как-то больше всего прельщает сундук с сокровищами. В пустыне мы нашли наполовину закопанный сундук. Смотрите в обуви, ведь рядом может бродить нежить. Открыть сундуки, победить за пять ходов. Открыть сундуки, это типа опять разбить их? Ну, нежить тут порядочно. Ещё если мы вот эти надгробия расфигачим, то из них тоже встают мертвяки. О, девчуль, ну, типа здесь. Эм, даже типа здесь. Чувак, типа здесь. Девчуля, типа здесь, пёсик, типа тут. Ну, как-то так попробуем, что ли? Угу. Во. Вот это хорошо прям. То есть, типа девчуля, раз-два, двоих прибило. А что надо, чтобы открыть? А, два урона просто унести. Окей. Ну, типа раз. А, у нас нет, над за пять ходов. Два. Ещё как сундуки открыты. Ну, мы колись снули. Ты, девчуля. Вот, допустим. Туда. И прожарила. Тюсель перепрыгнул. И закончили ход. О, вышел. Но, с другой стороны, он довольно-таки слабый. То есть, да, врагов сейчас стало много. Ну, у нас, во-первых, есть супероружие. Вот такое вот. То бишь. Раз. А надо ли нам второго прибивать? Хороший вопрос, потому что мы... Не, ну, тюсель окружён. Тюсель как-то надо спасти. Мы... Тюсель. А, мы можем, кстати, огнём пройтись, обоих прибить. Тогда, да. Тогда давайте вот этого прибьём. Вот этот Чувя своего подвинет. А что если Пёсель своего подвинет ещё? Эээ... Он всё равно получит два урона? А, не, не получит. Пёсель двигает своего. А девчуля может прожарить вот так. У-у-у. Стратежно. Стратежно. Ой. Встаньте, пожалуйста, вот в мега-ряд. Чё-то в мега-ряд отменился. Обидно. А что, девчуля может сныкаться в кустах? Но ей это не поможет. Вот здесь двое стоят в ряд. Но, опять же, это много ходов. Многоходовочка. Девчуля может перепрыгнуть. Она может перепрыгнуть. И отойти. И теперь... А на этих двоих она всё равно ничего не может. Обидно. Чувака, например, собачка отвезёт. Собачка такая. Хоп, я повезла чувака. А здесь что мы можем сделать? Поменяться местами? Два урона. Ну, хотя у них сейчас начнут заканчиваться просто юниты. Либо девчуля может пройти вот сюда и выстрелить, и даже сундук собрать. Тогда она получит целых четыре урона. А чувак... А, чувак свободно может ходить. Он может вот этого нанести дофига. Ну, то есть, только спёсили, снимут щит. То есть, раз. И то есть, два. Чувак вышел вот сюда, и вот этого товарища добили уже окончательно. А у нас девчуля ещё ничего не сделала до конца. А девчуля... Ещё один ход может ей дать. Плотную она не может. Забываю вечно про это ограничение. И телепортнуться она тоже интересно никак не может. Ну, тогда просто вот здесь продраконим. Веселю собьют щит, но это мы переживём. В принципе, мы с вами идём с хорошим таким опережением графика нашего. Да. Вот как раз враг и помогает нам с этим. Здесь мы сжигаем, нафиг. А вот этого... А что если мы его пнём, насколько на один? Тоже нехорошо. Хорошо, давайте девчулю просто оттащим. Девчулю мы оттаскиваем. Она выходит вот сюда. Прибивает вот этого. И у нас ещё копейщик остаётся свободен. И он собирает сундуки. У нас остаётся целый ход на то, чтобы доколбасить товарища. Тем более он решил вот так вот, типа, да я тебя перестреляю. Автоатаками передамажил. Всё. Давай уберёмся подальше от этой вони. Я так у неё в сундуках был не сокровище. Так. У меня к тебе вопрос, как к опытному целителю. Конечно, спрашивай. Если смогу, отвечу. Мне кажется, что наш заклятый враг Нингаменель должен быть что... Должно быть что-то знает об исцелении, если с помощью воли он может возвращать мёртвого к жизни. Есть ли что-то в его колдовстве, что мы могли бы использовать? Боюсь, ты ошибаешься. Тиран ничего не знает об исцелении, насколько я могу судить. Его колдовство тёмное и мерзкое. Естественно, я не предлагаю нам начинать воскрешать мёртвых. Но не могли бы мы скопировать какую-то часть его могущества, чтобы излечивать пострадавших и справляться со смертельными ранами? Нет. Его изодранные солдаты переполнены энергией пустоты, которая в их случае очень могущественна, но является проклятием для живых. Это то, что оживляет их. Я не верю, что раны можно залатать. Это как ребёнок, который играет с тряпичной куклой, у которой разорван живот, так и его рабы могут проказничать и танцевать, хотя они мертвы в полном смысле этого слова. Хм. Это ещё мрачнее, чем мне казалось. Да уж. О! Ещё пара миссий открывается. Да, прям нормально. Может, ещё раз торговца встретим. Было бы здорово. И вот первая проблема. Я не смог с первого раза справиться с брошенными осадными машинами. Давайте попробуем ещё разок. Просто враги как-то не поддаются. Так, пёсик. Стань тогда вот тут. Ты, девчуль. Стань здесь. Ты, чувак, здесь. И ты, девчуль, здесь. Ну, давайте, типа, вот так попробуем. Самая засада, что вот этот гадёныш первым делом такой, ну, я прибью болтомёт. Угу. И с ним никак особо не разобраться. Вот в чём засада. То есть, если тут как бы три хп мы можем сейчас пасть, то машину мы можем оттащить, да? Мы и оттащить не можем баллистовый сон. Если она подойдёт сюда. Вообще, мы можем вот так сделать. Первый у нас уехал. Теперь, девчуля, их двоих может сжечь. Двоих мы сожгли. Девчуля выстрелила вот в этого. А, чувак. Дошёл. Вот сюда. Она может теперь... Да, она может поменяться местами. Так. С кем только? Наверное, вот так. А теперь чувак не доходит. Вот в чём засада. А, стоп. Стоп, стоп, стоп. Идиотская идея. А что если она вот сюда встанет? И поменяется местами вот с этим товарищем. А вот этого мы оттащим. Ну, то есть, вот этого мы стреляем. И... Вот этого просто-напросто оттаскиваем. Экс. Теперь девчуля идёт вот сюда. И заливает вот этих двоих огнём. А Чуви спокойно перепрыгивает. И отходит, например... А не надо отходить. Нефиг отходить. То есть, у неё ещё ход остаётся в целом. Хорошо. А, типа, главное, как-то справиться. Просто вот этот гад упорно идёт к баллистам. Это-то очень сильно всё портит. Ага. А этот куда стреляет? Эта девчулю стреляет. Но девчуля один на один может его зафигачить. Она может, типа, так... Раз. И два. Вот этих двоих прибить. Но засада в чём? Либо она может перепрыгнуть и прибить вот этого. Апа. Мы можем... Прибить. Перепрыгнуть и прибить. Опа. Ты фигачишь вот этого. Дальше. Ты фигачишь огнём. Баллиста зафигачивает вот этого. А пёсик переходит куда-нибудь. Пёсик выдвигает девчонку. Во. Так, наверное, будет правильней. Но сейчас опять вот этот вот говнюк с молотом пойдёт. А, нет. Говнюк с молотом. Смотрите, как-то культурно себя повёл очень. На удивление. А, ладно. Ну, тут сам бог велел, да? Только давайте пёсик оттаскивает. А, нет. Чувак просто перепрыгнет. Да, да. Мы по времени не ограничены. Давайте так. Давайте будем помнить это. И не будем сейчас паниковать. Ты перепрыгиваешь. Пёсик. И пёсик никого не оттащит. Но пёсику мы можем ещё ходить. А тут проблемы не в ходах, тут проблемы вместе. Ну, ладно. Девчонка. Подходит. И вот так вот фигачит. Так. А, теперь. Вот эта девчонка может, в принципе, сама сжечь. Но это не так пошагнуло. То есть чувак идёт сюда. Пёсик ещё ничего не делал, да? Когда пёсик идёт сюда. И вот этой баллистой мы прибиваем второго. Либо... Нам надо ещё вот с этим разобраться. Чем привлекательно как бы дать ход? А вот этому лучни... Вот этой лучнице... Ну, а вообще сколько у нас? А, у нас ходов... Блин. Всё время забываю, что ходов сколько надо, столько и будет. Тогда, чувак, сюда. Два. Вот ведь. Ну, окей. Пёсик. Вот сюда этого прибили. Девчуля три урона получит. Да и чёрт, с ним у нас нет ограничений на это. Да? Но тогда мы идём вот так. А, даже вот так. И спасаем вот эту вот баллисту. И чуя... Идёт... Туда. Даёт ещё один ход лучнице. Так и быть. Вот этому году нафигачиваем. И вот этому году нафигачиваем так, чтобы следующий ход его прибить. Во. Разобрались в итоге. Правда, ожили самые сильные. Ну что, а тут? Это очень просто. Чупок. Так, девчуля подошла. И такая... Тоже сделала чупок. А теперь... Мы встали здесь. Огнём профигачили. Чупок. И наш копейщик вышел сюда, и... Всё. Справились. Их-хе-хе-хе-справились. А, даже урона никто не получил, что самое поразительное. Даже вот на собаке щит висит. Всё. Тогда теперь освободиться от этого безумия. Ну, я надеюсь, скоро. Угу. Э? Торговец? Не, статуя. Статуя даёт ещё одну руду. И мне кажется, на следующий ход к нам вот как раз может торговец пожаловать. Девчуля улучшена вся, дальше некуда. Ну что, давайте пёсику дадим ещё один хп. И у нас 4 хп. Это самый хилый юнит. Мне кажется, очень даже неплохо. Один момент. Я сохранюсь. Ну что? У нас остались смертоносные турели и трон тирана. Давайте вот раз турели сделаем. А, я так чувствую, поскольку трон тирана мне придётся переигрывать, возможно, и не раз. То это уже отнесём на следующий ход. Защитите турели, победите врагов с помощью турелей. Древнее разрушительное оружие. Используем его против мертвяков. 5 мертвяков. Но теперь у нас, правда, есть арбалетчица мертвяка-прибивака. Так что будем рассчитывать на неё. Она встанет где-нибудь вот тут. Здесь мы поставим тебя. Пёсик и девчуля. Ну, как-то так. Опять же, я просто, ну, как это, рефлекторно пытаюсь торопиться, да, думая, что у нас не так много времени. Турель наносит 2 урона. Болезно это знать. То есть, если мы вот этого, допустим, пнём, то турель ему нанесёт 2 урона всего. Надо было чувака, конечно, качать. Если мы... А здесь они все по прямой стиле. А, хотя вот, смотрите, мы можем вот этого ранить. И вот этого ранить. Ранить вот этого. Стоп. Стоп, 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 стоп. А мы можем собакинам... Мы не добежим собакинам. Вот это обидно. Но тут 4 хп. То есть, чувак может, в принципе, что сделать. Давайте сначала отстреляем из турели, да, перед тем, как кто-нибудь будет ходить. Так, то есть, чувак перепрыгивает. Двигает сюда и прибивает вот этих. Ну, да, это, видимо, лучший вариант развития событий. То есть, вот этого мы прибили. Девчуля с места такая пыщ. Или поменяться местами. Давайте поменяемся местами. И вот этого добьём. А здесь девчуля просто отходит и, получается, огнём зафигачивает. И у нас пёсик, который вообще не сходил. Ну, ладно. Не сходил и не сходил. Главное защитить. Остальное уже нюанс. О! Наконец-то у него урона дофига. Так, у врага дофига урона. Ну, то есть, хп. Хотя, вот, чувак может вот этих двоих сразу копьём прибить. Девчуля убивает вот этого. А бачуля оттаскивает вот этого. И вот этого мы прожигаем огнём. Получается, турель ничего не делает толком. Но хотя бы мы очень бодро убиваем хп врагу. Кстати, возможно, эти турели могут и вплотную атаковать, если что. Но сейчас я это проверять не буду. В принципе, мы практически каждый ход нормально так наносим дамага врагам. Да чтоб тебя. Девчуля атакует раз. Вот этого прибило. А, вот этого оттолкнуло. То есть, вот этого мы прибили. Вот этого мы просто оттолкнули. А вот этого мы тоже отвезли. Ну, типа, нефига. Так. А дальше. Вот этого мы стали вот здесь. Сожгли. И беда в том, что... Хотя нет, а может быть и не беда. Давайте посмотрим. Если мы встанем вот здесь, мы можем... Мы можем по нему попасть. Тогда мы сначала делаем вот так. А теперь делаем вот так. Один турелью побеждён. Девчуля, в свою очередь, встаёт вот здесь. И просто заливает вот этого огонька. Из них всех сейчас встанет только один. Ого. Да что? Что вот он прикопался к этой турели, а? Она, кстати, может его... Нет, назад она не стреляет. Тут какой-то просто замкнутый круг. И его, видимо, мы турелью не победим никак. А вот его мы, наверное, могли бы победить турелью. То есть, если мы его толкнём вот в этом направлении. И потом толкнём вот так. Девчуля тогда перепрыгивает. И... И он вплотную. Вот странь. Не получается никак. Фокус не вышел. Угу. Ну, ладно. Опять же... Ходов у нас не ограничено. Давайте пытаться. Во! Во, наконец-то. А вот этого теперь мы можем, наконец-то, просто сжечь. Давайте думать. Девчуля проходит вот сюда и сжигает вот это. То есть, ты убиваешь своего. Раз, два. Ты сожгла. Ну, давайте, да. Раз. И... Типа два. Типа два. Ты встала вот здесь и сожгла. Не-не-не. Она не встала здесь. Сначала пёсик подошёл вот сюда. Вот ещё трупаными мешаются. Вот в чём засада. Ладно, давайте пёсик вот этого оттащат сюда. Вот этого мы сейчас как-нибудь прибьём. И надо как-то, короче... Надо как-то вот этого вытащить. На чистую воду. Вот сюда встанем. Короче, у нас есть бесконечное число ходов, чтобы вот этого гада заставить отойти от турели. А, ну, кстати. Смотрите. Раз, мы его пёсиком оттащили. Два. Куда мы? Мы можем ещё куда-нибудь его оттащить? Мы его не можем никуда оттащить. Вот в чём беда. Может быть, ну, я не знаю, девчу ли его заинтересует. Ты заинтересуешь. Ну. Ну. Козёл. Хорошо. Я тебя снова оттащу. Во. Мы заняли клетку. У него теперь нет выбора. Наконец-то. Наконец-то. Так, девчу ли, вот сюда. Пёсик вот сюда. Ну, смотрим. Угу. Так. Ну, теперь мы можем его... А ничего мы не можем. Ладно, пофиг. Нас урон не волнует. То есть, вот в таком состоянии он заинтересовался девчурью. Может быть, в таком состоянии он тоже ей заинтересуется. Просто у нас больше ничего не осталось, чтобы его как-то... Вот. Вот. Он сделал это. Он сделал это наконец-то. Так. Всё, турель. Турель. Да, пришлось немножко это... А, я забыл про вот этот турель. Я забыл про вот этот турель. Ладно. Пусть наши враги найдут вечный покой. Блин. Знаете, это называется типа Tunnel Vision. Когда ты вот только в одно место смотришь... И торговец к нам пришёл. Так. Вот это, кстати, тоже тема. Что ж. Ещё три очка. Но мы можем, конечно, ей вот это улучшить. Но я не знаю. Либо ХП. Вот ХП, мне кажется, нам пригодится. И у нас ещё одно очко остаётся неиспользованным. Но неиспользованное очко, оно, знаете, не везде и не всегда. Плохо. Хотя в данном случае плохо. Ладно. Я так думаю, чтобы успать, проведём в следующем эпизоде. А на этом этот закончим. Спасибо Дахармсу, Мишу, Лебедеву и Юджину Вольну за то, что продолжают поддерживать канал. Вам спасибо за компанию в прохождении. Увидимся в следующем эпизоде. Удачи, счастливо. Пока-пока. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok